Насколько, считаешь, успешно для тебя конкретно сложился дебют в молодежной сборной? Я думаю, довольно успешно. Поначалу, конечно, было, так сказать, непривычно немножко. Ну, другой коллектив. Но потом понемножку начал осваиваться. И я думаю, что провел два неплохих матча в сборной. Дебют должен был состояться раньше. Была та самая травма. Как эмоционально? Раз было как-то сложнее? Ну, после травмы как-то было сложнее вообще прийти в форму, так сказать. Провел после травмы такие три невнятные игры. Ну, затем психологически, наверное, собрался. Вот эмоционально тоже вот вкатился, набрал форму. Поэтому приехал уже готовый в сборную. Разные результаты. 4-3 Узбекистан и 7-0 Белоруссия. С чем это вообще можно связать? Ну, в Узбекистане, так сказать, погодные условия немножко были тяжелые. Было очень жарко, душно. Вот. Действительно было очень тяжело играть. Вот. Ну, в первом тайме мы забили три мяча и так с уверенно ушли на перерыв. Вот. Затем полностью был поменен состав. Вот. Парни вышли. И, наверное, пропустили какой-то курьезный гол. Вот. Узбекистан понес. Там почувствовал, что могут отыграться. Поэтому им посложнее было. Ну, а с Белоруссией, так же могу сказать, что был очень тяжелый первый тайм. Вот. А во втором тайме мы как-то вышли, забили. Уже третий гол. Ну, и как-то белорусы бросили играть. Вот. И там пошли голы уже. В общем, матч с Белоруссией показалось, что в первом тайме как-то в атаку особо не подключался. Во втором стал играть активнее. Это тренерская установка или с чем это связано? Нет. Ну, в первом тайме, наверное, так сказать, белорусы активно играли. Вот. И где-то подключаться не удавалось. То есть больше где-то сосредоточился на обороне. Вот. Но во втором игра пошла больше вперед. Вот. У нас. И я стал чаще подключаться. Ну, и тренер, да, говорил, что давай чуть понаглее действовать. Какой вообще футбол у Евгения Бушманов старается прививать команде? И с чем он отличается? Может, от Тюмени? Ну, чтобы мы стремились играть быстрее. То есть где примерно так же, как в Тюмени. То есть где потеряли мяч, на том же участке поля стараемся прессинговать и вернуть себе мяч. Вот. Ну, здесь, я думаю, он нас прививает играть в более такой современный, что ли, футбол. То есть тотальное контролирование мяча. То есть вот, быстрый переход из обороны в атаку. Вот. Но с ним интересно, да, было поработать. В дальнейшем, я думаю, что еще поработаем. Вообще, сдружиться со всеми успел группировок? Там нет в команде, может, там москвичи? Да нет, такого нет. То есть парни как бы все общаются. Ну, конечно, есть там, кто уже давно друг друга знает. Вот. И по юношеским сборным-то выступал. Ну, так со всеми, да, нашел вообще язык. Свернуться к Тюмени. Почему в клубе 90-й номер? В сборной 17-й есть какая-то вообще символика? Ну, в клубе я вот так, наверное, как в дубль пришел. Взял себе вот 90-й номер. Ну, как-то так и пошло. А в сборной мне просто сказали, что ты будешь 17-й. Все. Я особо не выбирал. Ты в Тюмени остаешься на следующий сезон? Потому что, ну, слухи есть, и это не скрывает, что проявляет интерес команды премьер-лиги. Ну, возможно, проявляет. У меня каких-то конкретных вариантов нет. Да, я на следующий сезон точно буду в команде. А дальше посмотрим. Сейчас, опять же, много вокруг Тюмени трансферных слухов. Уходят лидеры. Следующий сезон, скорее всего, сложнее будет для команды? Ну, нам никогда не было легко начинать. И посмотрим. Не могу ничего сказать. Я думаю, все зависит от нас, как подготовимся. Если будем так же относиться к делу, как и всегда, то я думаю, что покажем хороший результат на следующий сезон. Скажи про Маслова. У тебя тренеры молодежной сборной не интересовались? Нет, не спрашивали у меня про него. Общались. Ну, так не буду скрывать, что звонят различные агенты. И так пообщался с ними в Москве. И да, вот интересовались, что у нас там за гений такой 2000 года играет справа. Скажи, какие сейчас планы на отпуск до того, как команда вносит эллигацию вместе? Планы? Ну, сейчас вот сконцентрирован на учебе. Вот нужно подтягивать, так как в течение года не удалось. Есть долги какие-то. Вот, поэтому сейчас буду учиться, вот, ну и по возможности больше провести время с родными и близкими людьми. Спасибо. Спасибо. Спасибо.